Михаил Шум, ветеран космонавтики. Проработал на РКЦ «Прогресс» 50 лет. В год, когда Михаил закончил Куйбышевский авиационный институт и пришел на производство, на заводе появилось новое направление – изготовление ракет. Мужчина рассказывает, работал под началом Королева. Вместе с другими молодыми инженерами изучал ракеты, которые сконструировал легендарный ученый, чтобы потом изготавливать их на «Прогрессе». Встречался и с отечественными космонавтами, в том числе и с первым человеком, который покорил космическое пространство Юрием Гагариным. Мы знали, что со второй площадки, которая потом получила название «Гагаринский старт», готовится полет человека. И когда Гагарин полетел, мы вышли, мы имели по громкой связи все команды, мы вышли из МИКа и смотрели, потому что ракета летит прямо на нас, в сторону 31 площадки. И казалось, что она буквально над нами. Ракетно-космический центр «Прогресс» образовался при слиянии двух предприятий – завода «Прогресс» и Центрального специализированного конструкторского бюро. ЦСКБ занималось разработкой, а завод – изготовлением ракет. Сейчас предприятие функционирует в едином режиме. За 65 лет работы бюро было разработано и изготовлено огромное количество как ракетоносителей, так и космических аппаратов. «Поменялось естественным образом несколько поколений, потому что 65 лет – это серьезный срок для человека. Сейчас мы стараемся сохранить все эти знания, которые приобрели предыдущие поколения, и развивать и продвигать их в современных условиях». Встречу организовали сотрудники музея «Самара космическая». На память о юбилее почетные гости подписали плакат для фондов музеев «Самара космическая» и «РКЦ «Прогресс». Для всех желающих провели экскурсию. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.